Слышается, а секс это очень такое, очень чувствительное, ясное дело, такая тема, и про это заговорить, это, наверное, еще глубже зайти в отношения, вот это проявление чувств, чем просто даже сказать человеку, что я тебя люблю, там, сынок, это уже значит, что я тебе доверяю, это уже значит, что я впускаю тебя в свой внутренний мир, что я могу с тобой поговорить о таком, чем-то очень чувствительном. Да, и потому я не удивляюсь, что если отцы, и даже часто матери, не могут, если они не могут сказать, я тебя люблю, если они не могут просто тебя обнять, то тем более они не смогут с тобой поговорить о сексе, что является одним из таких очень острых проявлений любви. Это прямо пропорционально связано с качеством и глубиной отношений между отцом, сыном, дочью и матерью. Только так, только так. Голубых братьев или лесбиянок, у них большинство покалеченные семьи. Почему? Потому что они не получили той настоящей любви. Даже если это случилось с нормальной семьей, вышли левые дети, то это тоже, там не было настоящей показанной любви. Я своим отцом про это начал говорить, про секс, про это все, когда уже я давно-давно все знал, больше чем он знал. Потому что я и начитался книжек, и насмотрелся, и все на свете. И потом он мне что-то пробовал рассказать, я уже это все знал, я потом уже его старался что-то там научить. Получается, это левизна, ну как, сын будет отца очень. И то, и то, это были такие разговоры не совсем до конца открытые. Даже пастыря, я прихожу к пастырю, и я одному пастырю исповедуюсь, а три недели подряд, когда я был, в 14 мне было лет, говорю, ну у меня такая проблема, такая тяга. И все, что он мне говорил, он мне не сказал, как решить, как выйти с этой проблемой. Он говорит, ты переставай грешить, ты хватит тебе уже грешить, что ты мне каждую неделю за это исповедуешься. Я в 14 лет, парень, только вырастает, только формируется моя сексуальность, мое мировоззрение. И мне говорят, ты просто переставай, это то самое, что я хочу кушать, ты перестань кушать, и все, знаешь, тебе нельзя. Нажали на кнопку и выключилось. Если это не решает проблему, а действительно ли, если это не помогает, реально практически не работает, может быть у них тоже такая проблема, просто они скрывают это. Либо просто-напросто бомба там нету, это просто человеческое желание какое-то исправиться. Не научены. Да, и просто я в этой сфере, сексуальной сфере, просто начал приходить к Богу потом. И Бог настолько много открыл, что потом ни один человек не открыл. Я как нашел у себя выход, да, вообще выровнять эту сферу жизни, во-первых, я обратился, книги взял, информацию христианские, я начал читать. Я понял, насколько это связано с моим разумом, с тем, что я вижу, про что я думаю. Я начал обращаться к тем, кто в этом специализируется. Есть какая-то человека проблема, я не люблю, когда люди закрывают проблему. Нужно взять, изучить свою проблему и решить ее. Я понял, что есть проблема, я изучил все. И я понял, что нужно глаза свои держать чистыми, нужно мысли держать чистыми. И я, короче, с одной женщиной иду по Украине. И она говорит, а что ты, говорит, отворачивайся, там, от ларьков, там, от этих. Ты что, жениться не собирайся. Как сказал Гуревский из церкви Вифания, молодежно бывший пастор. Он сказал, мужики, мы что, мы не каменные столбы. Все, если ты разрешишь себе мыслями пойти дальше, как Иисус сказал, если кто посмотрит с вожделением, уже ты согрешил. На женщину правильно смотреть. Это первое. Я смотрю на нее, и я сразу просто не продолжаю там наслаждаться, я просто отворачиваю свои глаза. Мне кажется, это часто такое проявление у нас есть в семьях, что, в принципе, когда мы хотим поговорить о чем-то таком, как о сексе или о чем-то, нам, возможно, даже просто хочется близости, которые мы приобретаем в этих отношениях. Нам не настолько важна даже информация. Но так как вот наш человек, который мы любим, который близок к нам, он проявляет нам доверие, он нам говорит об этих вещах, он высказывает свое мнение, мы можем просто с ними как-то сблизиться. Мне тоже понравилась эта идея. Я тоже близок к этой идее. Я вообще считаю, что сначала идет уровень, вот этот духовно-душевный уровень, вот эта взаимосвязь между нами. То есть не вот эти вот отношения, даже не умственные отношения, чисто на уровне духа, та же потребность в пище или потребность в сексе и все остальные все эти вещи, что я ставлю на один уровень примерно. А это просто выражение, это какой-то показатель просто, что у нас происходит вот на этом духовном уровне. Если у меня есть связь уже более такая глубокая с тобой, я буду говорить на более глубшие вещи и так далее. То есть я понимаю, что сначала проблема именно из духовности этого человека. Я полностью согласен. А это просто показатель. Все идет изнутри. И да, мы иногда стараемся это скрывать, но в принципе человек начинается как раз из его души, из его духа, а не из его вот этих вот разных телесных проявлений, про которые ты говоришь. И все остальное, мы просто тело, ясно дело, мы очень связаны вот эти, мы триединные как-то получаемся. И ясно дело, если мы будем как-то тело свое чем-то гнобить, то это будет влиять и на душу. И то же самое наоборот получается, что если мы изнутри будем менять, то это то, что изнутри будет идти наружу, мы будем менять также свои физические счеты. Но я не хотел бы это никак связывать с тем, что наши родители, они не проявляли к нам как-то любовь, что как будто они этого не понимали или что-то. Мне кажется, здесь больше то, что они не знали, как проявить эту любовь, что они как будто бы и хотели, они понимали, они тоже люди, они тоже, наверное, хотели для того же самого, они тоже были молодыми, но они не знали, как с нами общаться. Вот это есть ответ, они не знали, мы их не виним сейчас, что они виноваты. Они на самом деле просто не знали, потому что их родители так вырастили. Мы не говорим для того, чтобы сейчас что-то родителям не так сказать, мы говорим, чтобы просто, посмотря на нас только, на нас троих, сделайте, пожалуйста, вывод, что вам нужно все-таки принято решение переступить себя и показать любовь. Если вы не знали, вы сейчас знаете. Мы сейчас уже к вам это взываем. Мы говорим это к вам. А насчет этого я хотел сделать просто маленькую такую вставку. Если есть проблема, да, у молодого человека, я согласен, Руслан, с тем, что только Бог эту проблему решает. Но все равно на большом каком-то уровне ты должен найти человека, которому ты доверяешь и стать подотчетным, чтобы он через время мог спросить, а как у тебя там дела? Ты как, выровнял? Или тебе нужна молитва за тебя? Тебе нужно поддержать? Что ты знал, что в конечном итоге ты не остаешься сам, своей проблемой. Что тебе все-таки кто-то спросит, кто-то тебя поддержит, кто-то тебя поведет. И за вот этот уровень доверия, за что мы говорим, что сейчас ты идешь к пастору исповедоваться, и боятся люди исповедоваться. Он идет исповедоваться, и он уже думает, что завтра уже будут разбирать его на членском, завтра его на отлучку возьмут. Нет, чтобы раскаиваться человека, поднять, наоборот, опускает. Тут нужно найти человека, не обязательно пастор, не обязательно, что ты сильный духовный человек, написано в Библии, открывайтесь друг перед другом. Найти человека, который ты считаешь в этой сфере силен, парень перед парнем, девчонка перед девчонкой, и просто открываться, и просто говорить ему, слушай, мы с тобой друзья, у меня есть проблема. Он говорит, у меня тоже. Окей, ищи другого. Вдвоем уже с проблемой не общайтесь. Но все равно должен найти человека, с кем ты имеешь подотчетность. Я согласен, что должен быть человек, но я подчеркну бы все-таки, лучше, если этот человек не имеет слабость в том месте, где ты емешь. Сто процентов. Потому что так получится, вы просто делитесь информацией. А если этот человек, он все-таки не имеет настолько большой, по крайней мере, слабости в этом аспекте, то он тебе может все-таки помочь, он может наставить, или ты, по крайней мере, можешь как-то что-то взять у него, вот этой силой бороться. Я много раз тоже ходил и по сторам, и исповедался и у людей, и у психологов, и у консультантов, и у кого только я не мог, я получал информацию. И я пришел к выводу, что первое, человек должен знать, о чем идет речь, то есть у него должна, он должен пережить такую же проблему, либо примерно такую же проблему, аналогичную, что и я, так, первое. Второе, он должен выйти из нее, знать выход, и третье, между вами должна быть вот эта вот степень доверия, чтобы как вот друг он тебя принял, неважно, это будет пастор, это будет брат, это отец, в лучшем случае, это было бы отец, я считаю, в лучшем случае. Это было бы классно. Да. И тогда, я считаю, от личного мнения, как бы все решается и в сексуальной сфере, и в любой другой сфере. Это все, это может быть, заканчивается сексуально, начинается оно где-то раньше. Я просто от молодежи хотел бы, наверное, сказать другой молодежи, что все-таки у нас не хватает в нашем поколении смирения. Мы очень гордые, и да, мы приходим к Богу, но одновременно мы хотим, чтобы Он нам дал спасение нашим образом, чтобы, да, мы каемся, но сделай это в моей жизни так, как вот я хочу. Мы не готовы все-таки... Мы не готовы просто сказать себе, что нет, я просто не тот человек, который я должен быть. Я открываюсь, и я хочу, чтобы Бог меня менял своим образом. И просто смирять себя, даже тогда, когда родители иногда не правы, просто заставить себя смиряться и понимать, что нет, я не буду этого делать, потому что, если я буду идти на поводу вот этих чувств сейчас, я просто буду повторять свои ошибки. Мне нужно смириться даже тогда, когда, возможно, мир вокруг меня неправильно поступает. И тогда вот у Бога есть возможность просто действовать в нашей жизни. Я просто из своего личного опыта я никогда не общался с моим отцом, хотя он, возможно, он бы и слушал.